Вы любите приключения и необычные находки? Давайте обо всем по порядку, будет очень интересно, поверьте. Я занимаюсь поиском уже больше пяти лет, но в наших местах только затертая медь и догнутые советики. Изредка конечно бывают находки, после каких может быть сердечный приступ, но это очень редко. А по войне у нас только гильзы, потому что боевых действий у нас не было. Но мне всегда было интересно, а что там находят, где была настоящая мясорубка? Попал как-то я на хороший канал, называется Коп Восточной Пруссии. Владельца канала зовут Алексей, но не про это. Главное место копает он сам, а когда с друзьями в Калининградской области. Именно в тех местах был Хайлигенбальевский котел в 1945 году, кто не знал или забыл в двух словах. Его можно сравнить по численности окруженных войск даже со Сталинградским. Около города Хайлигенбаль, теперь это Мамонова, была окружена 4-я армия вермахта. Но ради справедливости замечу, что там было не 300 тысяч в окружении, а 1140, но все же число просто космическое. Немцев прижали к заливу и расстреливали из орудий тяжелой артиллерии в течение четырех дней. В ходе операции было уничтожено только представьте, за 4 дня 95 тысяч немецких солдат и 45 тысяч попали в плен. На берегу была просто ужасная картина, месиво из техники, людей, лодок и лошадей. И вот Алексей с друзьями копает именно в тех местах. Лично меня находки его просто поразили, что не выезд, то находка мечта. Бывают пряги, разные награды, оружие, но бывают и военные схроны. Про что это я? А смотрите. Узнал наш герой с друзьями от бывалых поисковиков про одно интересное место, где часто попадаются вот такие вот знаки. Но проверить хорошо это место вышло только где-то через полгода. И то как бы случайно, на работе пропал свет и нарисовался свободный день. Вот друзья и поехали походить там, где попадались обломки знаков. И всего было несколько целых, но они заметили, что на знаках номера похожи. И значит это скорее всего распашка. Через полчаса поисков попался Алексею первый пехотный знак. Эх, у нас такого не найти. 30 минут плясок с прибором и друг Роман поднимает такой же. А дальше было все как в сказке. Да, схрон был найден прибором XTERRA 705 со стандартной детешной катушкой. Вот из ямы, где достал первый пехотник, вылез еще один. И там торчит еще два. На, поснимай с этой стороны, я аккуратненько достану. Молодец, его держит. Все, товарищи, две тысячи подписаны. Мы это решили все. Вот он, еще один. А это, по-моему, даже шпанга. Шпанга. Давай, давай до стола. Дай, дед, дай целую, а. Дай целую, дед. Будь другом. Целую тоже. Так хочется выпринять, аккуратно. Там еще есть. Я прям скребу. Там еще знаков. Товарищи. Сломал я ее сам. Вторая часть там. А, сломалась, зараза. Склеимся. Во! Там их судьба. Ну вот, немножко расширили яму. Я просто уже не считаю знаки. Нашли контору. Куча шпанг. Куча пехотников. Это дед подкинул за наши прошлые мучения. И они еще идут. Продолжаем копать. В конце все помоем. Все сил хватит. Покажем. Пока мы пребываем в шоке. Поисковики думают, что это была не выданка. Знаки лежали новые в бумаге. Потому что в конце войны немцы раздавали такие знаки пачками своим солдатам для поднятия боевого духа. Понимаю, вам интересно, сколько же там было всего. Слушайте. Нагрудный штурмовой пехотный знак в серебре 45 штук. Нагрудный знак за ближний бой в бронзе 52 штук. Итого у нас почти 100 знаков. Замечу, стоимость такой находки где-то в районе 5500 долларов. Это в наше время. А тогда, наверное, было дороже. Но лично для меня дело тут не в цене. Хотя, конечно, чего лукавить приятно. Такая куча бабла. Но сама по себе находка эпичная. Вот такой бы подержать в руках. Парни молодцы. Так что можно поздравить хороших людей с хорошими находками. И пожелать, чтобы это был не последний схрон. Да, если вы хотите увидеть много подобных находок и интересных выездов, заходите на канал Коп Восточной Пруссии. Прямая ссылочка будет под видео. И вы узнаете, чего же поднял Серега. Чего было в этой коробке. А вот такие вот награды видали, а? Вы же знаете, я никогда не вру. На канале Коп Восточной Пруссии есть на что посмотреть. Главное, чтобы потом жаба не задушила. А то меня давит прям вот-вот-вот-вот. Спасибо всем, кто потратил свое время. Если у кого возникли какие-то мысли, вопросы, пишите. Постараюсь всем ответить. И помните, наши находки никто не найдет. До новых встреч на канале. Пока-пока. Перейдите себя. Закончили на сегодня. Все помыли. Все достали. Устали. Ужасно. Пол первого ночи. Три часа все это мыли. Дед сегодня, конечно, вообще просто зажег. Все. Подарил кучу-кучу-кучу всего. Это за прошлый выезд. То, что он нам сначала подкидывал ломанное. Но в итоге все-таки все отдал. Поле удивило. Ну что, будем показывать. Такого у нас в области находили три раза и мы третьи. Ну что, открываем? Открываем. Опа. Вот это да. Не зря на работе свет выключили сегодня. Поехали покопать. Ничего себе. И покопали. Сколько это? 45 пехотников и 53 или 55 шпан. Такая вот контора. Вот так копает. Калининградские парни. Причем 3-4 пехотника на других клеймах. Эти все МК 7. А эти как-то они Бэлловские. Такие вот. Спина болит. Голова болит. Мы все равно еще в шоке. Все на иголочках. Панги все тоже на иголочках. Такие вот. Все третьей степени. Получше. Вот такие вот. Красота. Иголочки у всех. Это не выданка. А целую роту. Так что подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Такого больше нигде не увидите. Всем пока. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok